Каждый ребенок должен научиться читать и писать. Такими словами в селе Порошково Закарпатской области начала свою работу Школа жизни Ассоциация Мануил. Второй месяц на базе небольшой поместной церкви проходят уроки грамотности для детей. Большинство семей этого региона живут за чертой бедности, и дети просто не имеют возможности получать полноценное образование. Школа жизни в Порошково может принять только 40 детей, а желающих посещать ее больше 200. Наша основная цель – помочь нуждающимся, накормить голодного, одеть раздетого и дать надежду тому, кто совершенно ее потерял. В многодетных семьях дети смотрят друг за другом. Чтобы посещать занятия, маленьких оставить не с кем. Так и приходят в школу жизни вместе. Старшие, чтобы научиться читать и писать, а младшие занимаются рисованием. В этих семьях одна пара обуви на несколько детей. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. В холодную зиму дети ходят на занятия по очереди. В рамках проекта «Согрей ребенка» эти мальчики и девочки получили новые зимние сапоги. Порошково – второе село Закарпатской области, где проводится подобная работа. Более 600 детей были обуты этой зимой. К сожалению, мы не можем объехать все уголки Украины и помочь всем нуждающимся детям. Но сегодня 143 ребенка могут выйти в холодную погоду на улицу, пойти в школу. И спасибо вам за то, что вы откликаетесь на эту проблему. Безусловно, для достойной жизни каждый ребенок должен быть образован и обрести специальность. Это невозможно без умения читать и писать. Получив новую обувь, у ребят появилась возможность ходить в школу, а с образованием у них будет надежда на будущее. Для телеканала ТБН Евгений Новиков